Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши! Номер 625. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. В 5 стихе говорится, что всякое Слово Божие чисто. Вот против этих двух только сколько грешат люди, не приученные к Слову Божию, к правильному пониманию. Андрей Рогачевский. Спаси Христос. Благодарю за заботу. Возвращайтесь в Барнаул. Соскучились по новым роликам по скайпу. Долголетия вам и вашей братья. Да укрепит вас Господь. Марина Сергеева. Спаси Христос за ваши святые молитвы. Доехали хорошо. Всем братьям и сестрам низкий поклон. Храни вас Господь. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Тихонович. Утром с женой прослушали вашу проповедь, сказанную на праздник Преображения. У меня слезы встали в глазах, когда вы говорили о голосе небесной отчизны, а жена по окончании вашего слова, вздохнув, изрекла. Слушаешь, Игнатия Тихоновича, и стыдно за свою жизнь становится. Храни вас Христос. Поклон Потеряевке. Русам Гусейнов. Рустам. Игнатий Тихонович, я иногда взираю на ваши труды и достижения и думаю, насколько ничтожно мое житие. Но я буду стараться, чтобы в своих делах быть хотя бы немного, как вы. Спасибо вам за ваш труд. Юрий Соболев. Близкий брат прислал сегодня неожиданное по историко-богословскому аспекту сообщение. Может, и не зря ты и ты, Игнатий Тихонович, называешь отцом Игнатием. Интересно, исповедник приравнивается священнику или диакону за свой подвиг. То есть, следуя из слов святого Ипполита, рукополагать его не надо специально. Кавычки. На исповедника же, если он был в оковах за имя Господня, да не возлагается рука ни для диаконства, ни для присвитерства. Ибо он уже имеет честь присвитерства в силу своего исповедничества. Если же он посвящается во епископа, да возлагается на него рука и палит римский третий век апостольское предание. И вот какие события за вчерашний день. Утром уже был разговор. Собрались Алексей Устинов, Ирина Устинова, батюшка Людмила Ящук-Петеримова. Что? В Корчино там какой-то начальник приезжает. И по школе будут беседовать. Поехали они. Ну что, школу закрывают по Теряевке под разными причинами. Ну, находят деревья там, что-то, окна не с той стороны. Ну, это ролик мы записали как. Но когда они возвратились, в это время я был на Голубятне номер один высоко. И вдруг шарик так сильно залаял. День. Ну, было бы еще перед обедом, может быть, сейчас дня. Что он так лаял. А я до этого только ездил на дорогу, ждал их, как они вернутся. По нашей, там где первый, второй мостик. Ну, и на лагерном пруду побыл там. На Плотину посмотрел, как вода поднялась. Возвратился нету. Залез, где тоннель идет под трассой. Убрал оттуда, что нанесло, ветки щищу. Вернулся и в это время к Голубям полез. Я наклонился, мне сглежу. А как раз эти наши депутаты-то, делегаты идут. Ирина, моя сестра Валентина Тихоновна и Степа. Я скорее быстро слез, скатился с нее на велосипед и догнал их. Ну и как, они веселые, говорит, невероятные. Школу сохраняют и с прежними учителями. Невероятно. Но, говорит, еще не совсем утверждено. Остался Роспотребнадзор. Он еще там решения какие-то будут выносить или придирать. Или непонятно. Я хотел записать их. А они говорят, нет, давайте вместе соберемся. И тогда нам удобнее будет все вспоминать. Я к батюшке. А он занят своими делами, да некогда. Ну, я сказал другим, где везде такое побуждение помолиться. Я поехал к Алексею. Давайте помолимся. Поблагодарим Бога. Мы же молились за вас там. Ну, ребятишек тут маленьких взяли. Назарь там три года еще нету. И все вместе помолились. Ангелина вышла. Все пристали пред Господом. Благодарение. Молитва благодарения. Так и не договорились. Какое время. Все заняты. Не соберешь. Ну, где-то на неделе, думаю, будет. В конце недели, воскресенье. Вот. У нас тут накапливается большой материал по школам. Сразу мы, я не выставляю, потому что не знаю, пользуясь, не пользуясь. Потому что они там сами еще. Так, это местное решение. А вот как выше там будет. Ну, в общем так. А почему? Ну, это уникальное ваше село. Там особое тут. Такой высокий уровень преподавания. Даже Мамонтовский район среди, кажется, 46-ти занял пятое место. И Потеряевка тут помогла сильно. Ну, там по красным аттестатам судят. Аттестат или окончание. Там что-то. Я тут точности самые не знаю. Ну, я к батюшке опять, что, ну, надо проехать на пруды, я тебе покажу, там, как там мы все сделали. И как-то. Ну, я больше не стал говорить. Я поехал, когда домой, то подумал, надо было сказать ему, чтобы он оделся по форме, там, подрясник надел. Взял воды святой и покрапил места. Первый, второй мостик. Ну, не сказал. Постоял, подумал, думаю, нет. А Володя с Никитой раскладывает доски. По 10 досок так, поперек, по 10, что Роман привез. У него работает. Ну, опять же, пришел, помолились. Батюшка тогда и говорит, ну, тогда в 3 часа. Ладно, некогда, ну, некогда, некогда ты. А я думаю, сейчас мы, у него машина там стоит, Игорь вот такая старенькая. Он на ней ездит, Игорь Барабаша. И мы поедем-то. Не тут-то было. Когда мы пришли, еще маленький, на 15 минут раньше, а он мой отдыхать некогда. Видимо, прилег, что у него там, сердцем далека как-то. Ну, и все же, садится на велосипед. Я говорю, на машине-то грязное, тут овечек возим. На велосипедах мы четверо и поехали. Я за столом и говорю, Никита, брать тебя не брать, не знаю. Никита с фотоаппаратом, мой фотоаппарат у него. И снимает он, Никита, лучше меня. Кадры такие находит. Ну, ладно, мы с Володей и со своими аппаратами. И поехали. Четвером на велосипедах, тоже интересно. Это все будет показано. Первый мостик осветил батюшка шлюз. И второй мостик и возвращение наше. Вот события. Это не просто. Где там проезды вот так вот, а пруды, дорогу освещают. Часто ли это увидишь? Это же не за деньги все делается. Там, как мы молились, все показано будет интересно. Ну, где-то дней через десять, конечно. Вот. Днем несколько раз заглядываю на свои ресурсы. И события-то какое тут еще было. Вот я свой, на котором колю стопу. Там выкапывал долго, загнивший. Один поставил, заходил за отработкой, помазал. Для меня это работа. Хоть как-то. Везде лажу, там по лесу. Нахожу какие-то ягоды оставлены еще. Там немножко где-то что-то. То есть, ну не сидеть, не сидеть, не сидеть. Ходить. Нашел черемухи. Немножко. Вот. Малины. Там еще какие-то ягоды. Мне просто это интересно. Вот такие наши события. Ну, как всегда, покажу сейчас наши ресурсы. Это, в первую очередь, мой мир. Любимый мой мир. В нем общаться очень легко. И сюда я перетаскиваю. Боих послушаний это с видеоканала, который сегодня я снимаю замки. Десять роликов. Каждый день по десять роликов. Ну, бывает чуть поменьше. По семь один раз. Вот. Кому-то не нравится. А что я толку из этого что стать? Ну, ну не смотри толку. А другие как раз этим роликом и радуются. То есть, ты зайди в магазин. В магазине в любом там, в хозяйственном, в продуктовом. Есть вещи, которые я никогда не беру. Но они есть для кого-то. Вот это. Придирается. Ну, зачем ты к нам зашел сюда? Зайдет, да еще ругается. Да мало того матерится. Ну, прямо. Ну, ты зашел в магазин. Тебе что надо? Ты же продавца не материшь за это. Почему тут-то безобразничать у меня? Я показываю. Вот у меня кошки больные, здоровые. Вот они. Кошки. Их отношения друг к другу. Вот. Быть послушанием Богу, мужу. Вот. Так. Ну, не знаю, что этим людям сказать. Вот наш форум. Каждый день где-то 235-240. Как большой форум, православный форум Игнатия Лапкина. 1600 тем. Ну, и богатейший наш видеоканал. 8100 с лишним роликов. Вот сегодня я поставил как раз. Вот возвращение после поиска пасынков. Люди по степи ходить. Ну, по всей степи. Туда-сюда расчесывать траву, ковыльную степь, искать пасынки. Четыре нашел. И вот в руке у меня тычинка. Заранее поехал красные тряпочки привязал, чтобы потом Игорь Барабаш мог найти. Когда непогода будет. Интересно людям? Да, интересно. Вот только поставил за 35 минут 26 просмотров. А заголовок-то ясно говорит? Встреча такая-то. Воскресная рыбалка. Вот. Сергей Пупков и дети за Святой Библией. Чудесное время. 16 просмотров. Роман Малыш, мастер-класс по валке деревьев. Это интересно? Да, интересно. Вот. 31 просмотр. Ну, не надо, не смотришь. Ну, прошел мимо и все. Ну, зачем злиться-то? У вас не что показать. А у меня есть что показать. Я знаю, как людям интересно. Бабушка 85 лет. Одна находится в деревне. Я никогда не знал, сколько сел уменьшается в размере. И готовы к закрытию. Несколько десятков тысяч. Ужас берет. 21 тысяча закрыты. Полностью разрушены. Еще непонятно. Рушится-то. Основа государства. Мы показываем, как восстанавливается. Как вот пруды. Воскресная рыбалка. Как бульдозеры работают. Тут. В храме. В гости. Вот это. Мы конкретно показываем по работе. Как можно восстановить село одно, другое там. Да еще на таких принципах. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Вот. Ну и. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Вопросы и ответы. Сейчас девятый пункт. Беру война. Служба в армии. Вот это. По пунктам. По пункту войне я беру несколько вопросов. Вопрос 1525. Шестой тюрьм открытым оком. Перед тем, как изготовить золотого тельца, Израиль уже из уст Господа получил заповедь Исход 20.13. Не убивай. Но в Исходе 32.27 Господь Бог Израилю повелевает сынам ливийным убивать каждого брата своего и так далее. Почему же это колено, хотя и сохранившее верность Богу и полное послушание, но имея на руках кровь сродников, стало родом священным? Мне вопросы задают, когда я вел занятия в университетах. Трередные программы вел, регулярные занятия в милиции, воинских частях. Я даже не знаю, где это было. Ответ. Но что в вопросе два места писания указывается, это говорит человек на наших занятиях не один день. Ответ. В Ветхом Завете слово «не убей» значило справедливость по отношению исполнения закона. И относительно врагов страны они имели повеление убивать. И это не только дозволялось, но и поощрялось, так как режим был земной. Наградить, убить по-земному. Теперь все небесное. Отлучить или быть причастником, быть определенным в ад или записанным в книгу жизни. Числа 25 глава, 7, 8 и 18 стих. Я могу даже не читать, это дать почитать самим. Финеес, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидев это, что она блудит, встал из среды общества и взял в руки свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню. И пронзил обоих их. Израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израиля. Умерших же от поражения было 24 тысячи за то, что начали приносить жертву идолам. И сказал Господь Моисею, говоря, Финеес, сын Елизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, Вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветам священства вечного. За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, которого убит с мадянитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадянитянки Хазба, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря, Враждуйтесь мадянитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прести вас фигурам и Хазба, и дочерью начальника Мадиамского, с сестрой своею, убитую в день поражения за фигура. За богоугодное дело ревности получили благословение, но нужно помнить, что если бы они согрешили в деле с ним, то и тогда Бог не отнял бы обещанной милости. Это верно, ибо Бог не изменен в слове своем. Псалом 88, 31, 36. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповеди моим, если нарушат уставы мои, повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. «Однажды я поклялся святостью моею Солгули Давиду». Это же касается и колена Ливиина. То есть вот я даю ответ с капельной, согласно Слову Божию. Второзаконие 10, 8. «В то время отделил Господь колено Ливиина, чтобы носить ковщик завета Господня, предстоять перед Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Изяки Иль 44, 15. «Освященники из колена Ливиина, сына Садока, которые во время отступления сыновых израилев от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь», говорит Господь Бог. Ну вот, на сегодня, пожалуй, хватит.